доброе утро ульяновс и вся ульянская область конечно же доброе утро потому что сегодня вторник а это значит мы здесь вновь и будем удивлять радовать и делиться очень полезной интересной информации да мы это екатерина телечникова владимир гаврилов студию нам по традиции помогает украшать салон цветы и штучки наш партнер ну и конечно давай о праздниках и во вернее не о праздниках а чем же сегодня день знаменателен он тем что сегодня международный день караванчика и в общем то примерно праздник какой-то в этом в общем да учрежден этот день 24 сентября 1995 года международный день караванщика является официальным праздником для профессиональных каравановожатых дальнобойщиков кстати а также для всех участников транспортных и судовых колонн и команд и сопровождающих экипажей а вообще изначально под словом караван подразумевалась группа людей с вьючными животными путешествовавшие по небезопасной местности и цель их объединения для совместного пути заключалась как раз во взаимопомощи в наши дни караваном называют сухопутные транспортные морские и речные судовые колонны часто используют караваны на северном морском пути которые выстраиваются за ледоколом кстати дата 24 сентября не случайно конечно же ее выбор имеет несколько версий согласно первой она соответствует дню рождения выдающегося британского мореплавателя и гигатора адамса он был первым европейцем достигшим японии а также внес ощутимый вклад в развитие торговли между британией голландии и страной восходящего солнца благодаря чему и вошел в историю в соответствии со второй версии празднование приурочено к переселению пророка мухаммеда из мекки в медину наиболее крупный аравийский земледельческий оазис здесь проповедник смог сплотить разъединенных арабов и установил контроль над территорией ну что ж пора начинать поехали утро с репортером это полезные и познавательные рубрики энергичные и зажигательные ведущие интересные и яркие гости в студии только позитивные темы спорт здоровье стиль культура и саморазвитие ваше утро будет легким и бодрым смотрите нас на каналах репортер 73 и отр позы в которых опаснее всего спать такой заголовок не попался накануне и вот я решила для себя в первую очередь разобраться правильно ли я сплю и не опасен ли мой собственно сон для здоровья ну вот что я узнала скорее хочу этой информации поделиться с вами дорогие телезрители самая опасная поза для сна стоя ну потому что как минимум можно упасть ну и что-нибудь себе повредить а вообще в китайской медицине поза которую человек принимает во время сна считается очень важной и неправильный сон может спровоцировать даже хронические заболевания и так опасно говорят специалисты спать первое на боку дело в том что так всю ночь позвоночник находится в изогнутом состоянии что повышает на него нагрузку и увеличивает риск грыжи на боку мышцы не расслабляются и теряют свою эластичность что позднее проявляется в качестве болевых ощущений однако это можно исправить если подкладывать под голову и ноги ортопедическую подушку кроме того лежа на боку человек сталкивается с нарушением сердечного ритма так человек может заработать аритмию и высокое давление из-за неправильного положения с утра человек чувствует боли и просыпается в разбитом состоянии но еще не полезно спать на животе прежде всего на животе не рекомендуется спать женщинам которые переживают за состояние кожи лица шеи и декольте дело в том что лежа на животе кожа травмируются говорят специалисты образуются заломы и появляется риск большого количества машин вот у володи есть подушка безопасности наверно ему можно у меня там все морщины спрятаны потому что я люблю спать на животе ну а для остальных поза на животе чревато болевыми ощущениями в шее и головной болью дело в том что в таком положении голова и шея смещаются напрягаются мышцы кроме того напрягается поясница поэтому у любителей спать на животе чаще всего много проблем с осанкой да я сутулый ну ладно днем вот себя контролируешь теперь еще и ночью надо контролировать как мы вообще можно спокойно жить невозможно везде нужен контроль ну что ж в общем знания приумножают печаль однозначно поэтому меньше знаешь лучше спишь оксана галеева продолжит эфир доброе утро с вами оксана галеева фитнес диетолог инструктор женской йоги я очень люблю на практике йоги использовать маленькие детали мелкие незаметные из которых затем складывается сложный механизм такими деталями является восприятие цветом человека очень важно то какая обстановка вокруг нас даже важно цвет стен студии где вы занимаетесь йогой или одежда которая на вас одета или цвет пищи который вы потребляете существует целая система цветотерапии еще в сороковых годах было доказано положительное влияние цвета и света на здоровье человека на решение каких-то профилактических проблем даже устранение некоторых заболеваний обратите внимание летом нас окружает благотворный зеленый цвет да мы успокаиваемся находясь на природе где много деревьев травы он действительно спектр зелени зеленого цвета очень благостно влияет на состояние эмоциональное и на наше здоровье поэтому я хочу сейчас совместить приятное с полезным и показать вам небольшой комплекс который будет раскрывать ваш грудной отдел потому что цвет зелени это еще цвет нашего сердечного центра то есть вы будете делать вместе со мной видеть зелень и благотворное воздействие на всю сердечно-сосудистую систему и так вы можете оставаться в положении сидя либо стоя даже сидя на стуле главное чтобы ваш позвоночник был вытянут небольшой комплекс которые кроме воздействия на ваше сердце раскрытию грудного отдела очень благотворно будет влиять на весь верхний плечевой пояс и убирать проблемы остеохондроза вшельного отдела позвоночника и так ручки мы складываем как это говорится намасте соединяет ладошки на уровне груди и нажимаем на ладошки сильно-сильно сопротивляясь хотим сдвинуть в одну либо в другую сторону почувствуйте как у вас работают плечи и грудные мышцы в это время мы дышим очень спокойно дышим животом затем скрещиваем пальчики вытягиваем ручки вверх это выдох на вдохе идем вверх и убираем ручки за голову здесь очень важно опустить плечи и соединять максимально сзади лопаточки пытаясь раскрывать грудной отдел здесь мы тоже дышим несколько дыханий спокойных медленных и после этого вытягиваем позвоночник и словно стремимся дотянуться ладошками до противоположной стены и возвращаемся в исходное положение этот комплекс мы проделываем несколько раз от 3 до 4 замечайте больше зелени вокруг вас находитесь больше на природе я вам желаю хорошего дня ульяновской области откроется центр военно тактических игр проект реализуется региональным штабом всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения юнармия открытие запланировано на конец октября в настоящий момент в центре полностью готов к проведению тренировок и соревнований тактический городок для лазер тага сейчас ведутся работы по созданию площадки по страйкболу кроме того планируется создать полигон для испытания квадрокоптеров сейчас уже разрабатывается его схема техническое открытие центра в частичном варианте будет уже 12 октября на в двадцатых числах пригласят гостей ну в целом продолжается развитие инженерных классов движения юн армии напомним в этом году в доме офицеров открылся первый профильный подшефный класс углубленным изучением технических наук и основ военной службы в конце августа разработки ульяновских юнормейцев оценили эксперты международного военно-технического форума армия 2020 сегодня разрабатывается план по открытию подобных классов в муниципальных образованиях в течение учебного года откроют дополнительные классы на базе детско-юношеского центра номер три города ульяновска проект совместный с ульяновским механическим заводом а также подобная площадка появится в центре цифрового и гуманитарного профилей точка роста на базе октябрьского сельского лицея чердаклинского района о главном поговорим далее у родителей при очередном посещении школы возникло ряд вопросов например по их словам школе сильный запах канализации которые перемешиваются запахом еды из столовой причину родители видят в плохой работе вентиляционной системы пройдя по зданию мы почувствовали только запах из пищеблока оказалось что сотрудники пищеблока просто почему-то выключают вытяжку подвале где по мнению общественности могла произойти авария запаха канализации мы не почувствовали зато в ходе осмотра обнаружили прохудившуюся трубу в санузле детского сада к счастью детей в дошколке пока нет по данному факту есть гарантийное обязательство подрядчик обязательно устранить до конца этой недели вот так же спустились подвал да присутствует запах небольшой сырости но это все устранится при пуске тепла в здании посторонних других каких-то запахов не обнаружено спустя три недели после начала учебного года мы обнаружили что в школе номер 10 на звенит звонок пока ребята о начале и окончании урока узнают при помощи систем оповещения руководство школы пояснилось что звонки закуплены но пока просто не установлены равно как и нет пока и защитной сетки на окнах в спортивном зале из-за ее отсутствия некоторые занятия проходят на улице конечно если позволяют погодные условия сейчас готовится дополнительная документация на закупку оборудования техники в кабинет это мфу мебель дополнительно закуплено будет организовано для учителей учительское это обязательно конечно мероприятие ну и закупается хоз инвентарь для уборки будет организована генеральная уборка сегодня в спортзал поступит спецоборудование для помывки окон на установке сеток защитных поэтому концу недели порядок на видео в общем вынуждены констатировать что после глобального ремонта которую пережило здание даже после открытия школы говорить о полной готовности к учебному году сложно Наталья Абанина Тарас Шкуренко Виталий Немов специально для репортер 73 из Димитровграда вступили в силу правила блокировки сайтов с лекарствами отныне за предложение лекарств от ковид-19 незарегистрированных в России интернет-ресурс разместивший предложение может быть заблокирован Росздравнадзор утвердил критерии оценки информации позволяющие наносить электронные ресурсы в сети интернет в единый реестр сайтов с запрещенной информацией всего в документе содержится 7 критериев которые по мнению разработчиков позволят выявить и блокировать интернет-ресурсы не только неправомерно торгующий но даже распространяющий контент в кавычках формирующий положительный образ лиц осуществляющих розничную торговлю лекарствами в том числе онлайн торговля которыми запрещена с апреля 2020 года на популярных маркетплейсах и сайтах объявлений мошенники пытаются продавать лекарства и вакцины от коронавируса в мае этого года количество предложений псевдо лекарств от ковид-19 в интернете достигло такого масштаба что потребовало вмешательство генпрокуратуры россии которая направила в роскомнадзор требования о блокировке таких ресурсов в июле когда приказ росздравнадзора о внесении таких сайтов в единый реестр запрещенной информации проходил общественное обсуждение популярные маркетплейсы объявили об ужесточении правил продажи бадов спортивного питания и витаминов на своем ресурсе свои подписи под соглашением поставили губернатор ульяновской области сергей морозов и ректор российского международного олимпийского университета лев белоусов регионы для нас целевые важны тем что мы можем сосредоточиться прежде всего на тех видах спорта и тех потребностей которые есть в конкретном регионе и как правило к нам обращаются именно с этой просьбой мы знаем что в разных регионах представлены более или менее сильные разные виды спорта есть разная инфраструктура и хотя она диверсифицируется мы готовы работать со всеми потому что мы готовим универсальных менеджеров то базовое образование которое мы даем по мастеру спортивного администрирования или укороченной программе мастер спортивного управления будет более чем достаточно для того чтобы наши выпускники заняли любую руководящую в том числе позицию в регионе любую повторяю спортивной индустрии и реально вложились в то чтобы развивать эту индустрию поэтому соглашение с ульяновской области продолжает вот эту линию которую мы начали прежде и мы надеемся на то что что это сотрудничество будет развиваться судя потому что это была инициатива самой ульяновской области выпускники университета смогут взять на себя объемный пласт обязанностей начиная с управления спортивными объектами до руководства клубами и спортивными федерациями в регионах тоже очень много строится и спортивных комплексов и дворцов и да и просто спортивных площадок но ведь можно все сусальным золотом помазать нашей стране а если не будет организаторов а если не будет вот людей которые будут качественно заниматься начиная дворов спорта и заканчивая спортом высших достижений то согласиться ничего из этого не получится поэтому мы сделали для себя эти выводы и за последние буквально два года проучили порядка ста наших функционеров область взяла курс на выполнение общенациональной цели сохранения и укрепления здоровья россиян совсем скоро к 24 году нам нужно всем иметь не менее 55 а к 30 году не менее 70 процентов населения которые должны будут вот вовлечены в это но это не все мы сейчас будем реализовывать у себя огромный проект называется академии спорта это будет такой нетиповое образовательное учреждение который будет создан на базе училища олимпийского резерва мы воссоздаем все спортивные классы помните такие у нас были свое время сегодня не тоже у нас есть но они знаете это зависит от воли конкретного директора конкретной школы а мы хотим создать эту такую единую систему кроме этого само училище олимпийского резерва будет но и кроме этого так сказать будут все собраны в один общий такой кластер спортивный консорциум спортивной школы и школы олимпийского резерва таким образом у нас появляется огромная огромная вертикаль 2021 в регионе объявлен годом детского спорта ульяновскую инициативу уже поддержали светлана хоркина леонид слуцкий алексей мошкин владимир ешеев и дмитрий ерохин к этой плеяде прославленных спортсменов примкнул и олимпийский чемпион игр 2012 года в лондоне арсен галстян детский спорт что немаловажно еще больше нужно для нас мы и так стараемся развивать больше больше проводить мастер-классов и семинаров для наших юных спортсменов поэтому я думаю с достоинством эту как сказать грамоту свою буду носить год детского спорта станет своеобразной отправной точкой в 2022 регион на первое место выдвинет спорт студенческий а 2023 посвятит популяризации спорта в организациях и на предприятиях картину дня дополнит региональные новости в эфире информационная программа реальность устремленный ввысь и в светлое будущее сталинский ампир материальное воплощение духа своего времени сочетание помпезности и строгости линий классических ордеров и образов героев эпохи спортсменов рабочих военных массивные и дорогие фасады столица в первой половине прошлого века примерила новый архитектурный облик экстерьерные перемены пусть и в меньшем масштабе наметились по всей стране в нашем городе толчком к созданию квартала в сталинском ампере стало появление автозавода эвакуированный зис городообразующий уаз строились именно малоэтажные постройки не требующие использования сложной техники ну это было важно поскольку техника находилась в жестком дефиците и нужно было учитывать невысокую квалификацию самих строителей поскольку это были не профессиональные люди а именно как я уже сказала военнопленные на одной улице стоял старый старый дом выстроенный еще около 300 лет тому назад дома в этом засвияжском квартале конечно значительно моложе чем герой сказки андерсона старый дом но вполне соответствует ее рефрену позолото сотрется свиная кожа остается с течением времени под его воздействием архитектурные элементы характерные для послевоенной эпохи перестают радовать глаз остается голый функционал который постепенно тоже дает трещины старые дома уступают свои позиции под натиском молодых и дерзких новостроек почти как гаджеты вытесняют из обихода бумажные книги стильно удобно но атмосфера уже не та поликлиника центральный элемент ансамбля вокруг площади горького модернизация фасада уничтожит единообразие стиля считают авторы петиции подобные соцгородки построенные в послевоенное время при заводских комплексах и сохраненные как объекты истории и культуры в других городах россии настоящее время являются объектами туризма а в ульяновске аутентичная архитектурная среда не ценится разрушается отсутствие вкуса у тех людей кто принимает решение оттуда проистекает то что у нас в городе нет главного архитектора то что к архитекторам очень слабо прислушиваться да нам приходится то есть мы не можем в рабочем порядке решать вопросы да приходится какие-то открытые письма писать про проект фасада который размещен был в сми да действительно это так на паспорте объекта при объезде объекта объектов строительства капитального ремонта это было в начале сентября по-моему в конце августа губернатор обратил на это внимание что нужно сохранить именно все элементы здания которые хотя они не являются объектом культурного наследия но все-таки наследие советского периода фасад сохранить свой первозданный облик например более чем показательный к аутентичности исторических зданий в центре внимание выше на засвиярский квартал неумолимо наступает реновация и реконструкция необходимость сохранения вот этой вот идентичности нашего города на крайне необходим то есть мы должны все таки подумать о том какие плюсы для города дает вот этот вот фрагмент территории это очень интересная эпоха очень интересный стиль теряем здание из реестра культурного наследия что говорить о полувековых постройках в охранный перечень не внесенных искать компромисс советуют архитекторы сохранять фасад и модернизировать начинку как пример с административными зданиями проще обязательства содержать жилой объект культурного наследия падают на его собственников что и муторно и накладно вера мещерякова константин никитин бахтиер салтанов репортер 73 первый продуктивный диалог между руководством региона и австрийской стороной состоялся в минувшем году ульяновская область предлагает австрийским компаниям сотрудничество в сферах машиностроения туризма агропромышленного комплекса переработки полезных ископаемых в планах построения таких же прочных связей как соседней австрии германией мы обсуждали это и размышляли какие сферы ульяновской области могут быть особенно интересны как потенциал для инвестирования тем более что ульяновская область предлагает для этого особые условия для региональной экономики австрии воспринимается не только как самостоятельная страна но и как часть евросоюза на рынок которого россия отправляет авто и авиакомпоненты радиофарм препараты древесину строительные материалы предметы интерьера мебель и текстиль мы сегодня двигаемся по логике создания дистрибьюторского представительства у нас уже работают такие схемы и подписаны соответствующие соглашения на территории германии на территории чехии на территории прибалтики и безусловно с нашими австрийскими коллегами мы готовы тоже подобные схемы реализовывать кроме экономики обсудили возможности культурного обмена и присоединение австрийцев к нашим инфраструктурным проектом строительство современных горнолыжных комплексов вундерах и сингелеи мы рассчитываем что и австрийские компании после того как будут сняты ограничительные меры и экономика начнет восстанавливаться они также могут прийти и мы предлагаем для этого площадки наши природные ресурсы для реализации бизнес-проект в итоге стороны договорились о визите бизнес-делегации австрийской республики в леновскую область в 2021 году и участие представителей региона в заседании российско-австрийского делового совета которое состоится в вене в конце октября обеспечить села специалистами рассчитывают в регионе благодаря новому закону по нему работникам образования культуры и здравоохранения будут бесплатно предоставлять земельные участки их можно использовать для строительства жилья или ведения подсобного хозяйства речь идет о земле в муниципальных образованиях за исключением городов особенность законопроекта в том что для бюджета это нулевые затраты важно что по истечению срока безвозмездного пользования земельным участком специалист сможет оформить его в собственность но при условии что он все эти годы работал по своей профессии и землю использовал по назначению формирование списка будет осуществляться на муниципальном уровне а также под ведомственными учреждениями в которых эти специалисты будут работать есть в этом законе самое главное порядка там 20 страниц перечень специалистов с разбивкой по районам исходя из их дефицита именно этих специалистов еще одним законопроектом планируется ввести понятие масштабного инвестиционного проекта присвоят его проектом жилищного строительства но для этого необходимо соблюсти ряд условий например за последние три года застройщик должен возвести не менее 15 тысяч квадратных метров жилья еще на стадии планирования законопроект обязывает строителей определить места для школ поликлиник почты банков спорт объектов обеспечить развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры иными словами комплексное развитие жилых микрорайонов и одна из самых важных условий одно из самых важных условий это значит средний уровень заработной платы работников занятых в осуществлении вот этого масштабного инвестиционного проекта должен быть с коэффициентом 1 и 2 к уровню средней заработной платы по ульяновской области то есть на 20 процентов выше взамен участники масштабного инвестиционного проекта смогут получать участки под строительство на льготных условиях без торгов что не противоречит федеральному законодательству екатерина терещенкова бахтияр салтанов репортер 73 для тех кто в бизнесе социальном не первый год объяснять ничего не нужно 80 процентов этого рынка в регионе поделено между женщинами большинство из них выпускницы проекта мама предприниматель екатерина списивцева в бизнесе 2009 года этой студии вокала занимается уже три идею о новом законе приняла с энтузиазмом дополнительные меры поддержки предусмотренные документом это прежде всего субсидии на компенсацию части затрат по жкх и ремонту помещений пришлись бы как нельзя кстати я все делаю сама вот начинала с маленького кабинетика который можно было зайти только ко мне постоять вот теперь мы переехали в это помещение ну и планируем конечно же еще расшириться женщин в бизнесе все больше при этом до сих пор отношение к этому двоякое с одной стороны общество приветствует успехи бизнес-леди с другой порицает за излишнюю активность женщины это мать и только зудят патриархальные пережитки прошлого позиция последних слабее день ото дня позиция сильных женщин крепнет поддержанная на региональном уровне важно для успеха ульяновской области является активное включение женщин в работу во всех сферах ульяновской области я говорил и сейчас еще раз повторяю это наш ресурс развития который мы до конца еще в полной силы не используем женский бизнес и не женский когда-нибудь в россии исчезнет это гендерное разделение чуждой экономики пока что так называют те сферы в которых мужчины и бизнесмены априори проигрывают например почти вся социалка женщины как никто видят вот эти прорехи рынка как никто знает что нужно деткам как никто знает что нужно пожилым людям то есть женщины по своей природе более эмпатичны да поэтому социальные бизнесы это конечно вот женщины здесь в авангарде ниша обширна от вокальных студий до института сиделок это после операционной реабилитации до детских развивающих центров и многого-многого другого мы принимаем абсолютно всех деток даже мы работаем с детьми с особенностями развития они у нас занимаются в общих группах то есть им это помогает социализироваться в обществе научиться общаться со своим с другими детишками со взрослыми с педагогами ульяновской области внимательно относятся ко всем проектам социально ориентированного бизнеса в регионе уже действует определенный список льгот например займы по сниженной ставке пять процентов годовых на срок до трех лет о романе впору писать роман проблемы с почками начались еще в детстве обострение сменялись ремиссиями но плохие результаты обследования намекали на потенциально грустный финал два года назад ситуация дошла до критической точки сначала было принято решение перевести меня на диализ уже потом решение о трансплантации сам принимал каким образом так получилось что вот именно папа то есть родственник стал донором да ну как то это даже можно сказать не обсуждалось а в семье меня просто перед фактом поставили 5 августа день икс размещение в стационаре с последующей многочасовой операцией усиленные меры безопасности ограниченный круг врачей предварительно проведенные тесты на ковид и даже компьютерная томография для донора и реципиента вот уже прошло получается у нас больше месяца полтора месяца сейчас как-то опережитым что-то напоминает да нет как будто не было ничего то есть полноценная жизнь после операции романа навестил главный врач областного центра специализированных видов медпомощи светлана суворова сегодня он у нее с обратным визитом и аккурат в день рождения доктора спасибо спасибо большое как ваши дела все хорошо как вам ощущение по сравнению с тем чтобы что было да ну вот другое качество жизни вы знаете честно говоря когда все это начиналось мне казалось что это абсолютно недосягаемая точка потому что трансплантологии это высший пилотаж хирургии и казалось что в маленьком регионе сложно реализовать такие сложные программы стартовали в мае 2018 сейчас на счету врачей 10 удачно пересаженных почек 4 родственных и 6 трупных а было бы больше но возник коронавирус мы испытываем на самом деле серьезные проблемы с этим из-за того что не можем продлить программу то есть другие учреждения вовлечь как донорские базы вот а так ну и в общем эпидобстановка то есть самое опасное это подтверждение здорового человека инфекции как донора за него больше беспокоимся есть инициатива и понимание того что можно попробовать реализовать в регионе пересадку печени вот доктор у нас также этой методикой владеет но мы не хотим скажем так на все заявляться одновременно для этого есть некоторые определенные ресурсы в том что в том числе материально-технические для лечебного учреждения но я думаю что это в принципе перспектива трансплантация проводится бесплатно по программе омс в единственном лечебном заведении региона несмотря на все ограничения так или иначе накладываемые пандемии трансплантация в регионе продолжается и здесь в областном центре специализированных видов медицинской помощи готовы рассмотреть кандидатов на пересадку родственной почки а также поставить в лист ожидания трупной почки естественно возникнут множественные вопросы на них ответят специалисты поликлиники областного центра специализированных видов медпомощи вы можете обратиться сюда адрес поликлиники улица корюки на 28 телефон для записи 44 32 17 татьяна домоданова юрий давыдов репортер 73 препарат грипп ферон это профилактика и лечение простуды и гриппа даже для будущих мам и малышей с первых дней жизни наступает время создавать новое время оттачивать свое мастерство быть безупречным в детали лучшим из лучших гроз гарантия совершенства компания эверест это поставщик измерительных приборов для контроля регулирования и автоматизации процессов нефтегазовой добычи переработки и теплоэнергетики возможность поставки продукции по заводским ценам эверест возможность стать выше куда бы вы ни шли переход укажет вам безопасный путь водитель пропусти пешехода по данным сайта гисметио двадцать четвертого сентября в ульяновске ясная погода без осадков температуру воздуха по области ночью от плюс 7 до плюс 10 градусов днем 12 16 градусов выше нуля в городе температура воздуха ночью плюс 8 10 днем плюс 13 плюс 15 градусов ветер южный с переходом в юго восточный 1 3 метра в секунду атмосферное давление семьсот пятьдесят пять миллиметров ртутного столба в ульяновском госархиве новейшей истории появился планетарный сканер полуавтоматическое устройство благодаря которому можно сканировать документы различных форматов закуплено благодаря нацпроекту культура по программе цифровая культура светодиодное освещение устройства не содержит инфракрасных и ультрафиолетовых лучей а значит оно безопасно для сканирования архивных документов и убережет листы от выгорания специалисты отмечают что новое оборудование значительно ускорит процесс создания цифровых копий документов обеспечит сохранность фондов ну и как итог более качественное предоставление электронных услуг в отрасли оборудование оснащено универсальной книжной колыбелью плоские и v-образные прижимные стекла позволяют работать с крупноформатными ветхими или плохо раскрываемыми документами скорость сканирования достигает 1800 страниц в час кроме того программное обеспечение сканера самостоятельно может расставить корректировки что на выходе позволит получить качественное изображение хорошего разрешения напомним в прошлом году аналогичный сканер приобрели для ульяновского дворца книги сегодня исполняется 65 лет одному из самых одиозных и своеобразных режиссеров и актеров отечественного кинематографа александру баширову он был в ульяновске всего однажды и тогда дал мне эксклюзивное интервью сегодня самое время об этом вспомнить товарищ мне трудно отвечать на вопросы меня мутит я уже пол парохода заболевал вперед и только вперед потом наверх а потом обратно вниз мы наведем здесь порядок амплитуда таланта позволяет актеру воплощать на экране образы не только чудаковатых негодяев но и благородных царственных особ с особой теплотой и нежностью вспоминает он работу в костюмном фильме золотой век особенно павел первый мне понравился сидишь на троне в общем долго я носил вот это чувство в себе вот понимаешь чувство царствования так сказать ответственности за нашу российскую империю и до сих пор где-то иногда так сказать ностальгию вспоминаю вот эти прекрасные минуты управление великой страной да поднять бы сейчас два моих гатчинских полка выставить бы пушки и расстрелять картечью всю эту сволочь может иногда сложнее сыграть вот маленького так сказать алкаша какого не тут надо проявить талант как говорится да ах ты гнида ты мне из этой квартиры завтра вылечишь как пробка да вы у меня вылетите я тебя знаю легенда русского рока Виктор Цой с которым Александр Николаевич снимался в фильмах Асса и Игла оставил после своей гибели фразу-загадку которую Баширов разгадывает по сей день партак а я давно хотел тебе сказать люди в мире разделяются на две категории одни сидят на трубах а другим нужны деньги на трубе сидишь ты если честно ведь эту фразу как-то откуда-то взял я вообще до сих пор как-то не задумывался и и тогда тоже не очень понимал что это значит формула от каждого по способностям и каждого по потребностям все таки хороша каждому только одно свобода независимость это моя прерогатива у меня потребностей немного и практически все удовлетворены так что ну трансгуманизм еще остался у нас то есть вечная жизнь в экранизации бессмертного булгаровского романа мастер и маргарита Баширов сыграл кота бегемота и сегодня переживает что не сделал в этой гротескной роли всего на что способен в принципе я конечно хотел там развернуться но так быстро все произошло что я даже не успел так войти в образ и там как говорится все было на как говорится на фактуре что ли можно было конечно там купаться купаться да вместе с Сашей Абдуловым можно было это все сделать может быть еще и поширше бедный человек бедный человек он целый день подчиняет примуса он он проголодался ну откуда же ему валюту взять это врать сегодня у Александра Николаевича только одна фобия боюсь освистают я надеюсь только на свое сексуальное обаяние даже когда самый загадочный актер современного российского кино кокетничает не покидает ощущение что все мы втянуты в один большой розыгрыш его розыгрыш я просто хотела разыграть тебя ну что я сумасшедший что ли четыре дня назад в Ульяновске завершился международный культурный форум десятый юбилейный одним из его участников и гостей стала модный российский стилист Катя Павлова специально для зрителей нашей рубрики она рассказала что начинать думать о том что модно а что нет чем раньше тем лучше мне кажется что если там ваш ребенок в принципе заинтересован в таком моменте в одежде в чем-то почему бы не давать ему эту возможность проявлять себя как творчество потому что одежда для нас это какие-то коды визуальные которые люди соответственно считывают для меня лично одежда это самовыражение продолжение меня и я очень рада что сейчас смещается эта история и сейчас нет такого четкого разделения каждый носит что хочет и самое главное это твоя голова то что ты думаешь что ты говоришь какие-то твои мысли и соответственно это же транслируется в одежде в последнее время стильно это всегда дорого как быть с этой проблемой мне кажется что сейчас абсолютно нет вот этой истории что ты должен быть например надет у тебя надет все как бы тотал какого-то бренда люксового и так далее ты можешь все абсолютно точно миксовать именно так только можно так как бы через какой-то микс бренд да можно показать какую-то свою историю то есть проще порвать джинсы самому чем покупать романые джинсы за миллион да 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 то есть история про идентичность опять же она транслируется сейчас очень сильно и есть как бы в этом какой-то смысл самое главное быть цельным все об уюте и трендах в традиционной рубрике стиль слово валерий лабаде доброе утро дорогие телезрители мы сегодня с вами говорим о том что не красит ваш дом что разрушает уют создает беспорядок ну и убивает всю атмосферу в доме конечно ни один интерьер не красит бутылка чистящего средства стоящая на идеально красивой только что сделанной кухне да да но не покупать чистящие средства не выставлять их на рабочую поверхность просто невозможно не покупать мы их не можем потому что мы ими пользуемся а не выставлять мы их не можем потому что они всегда должны быть под рукой но что же делать в этом случае и есть от этого универсальное решение переливать чистящие средства и необходимые для жизни жидкости специальные дозаторы во-первых такие дозаторы можно подобрать под цвета интерьера, они будут выглядеть гармонично, красиво и придавать те самые стильные штрихи, завершая полную картину вашего интерьера. А во-вторых, это еще и очень удобно, потому что, например, в прозрачном дозаторе вы всегда будете видеть, сколько осталось моющего средства и как скоро вам нужно покупать новую бутылочку того или иного средства для мытья посуды. Как говорил Винни-Пук, в таком горшочке можно хранить все, что угодно. Да, эту прекрасную милейшую маленькую вещь для интерьера я нашла в отделе для ванны. Да-да, на ценнике написано, что это аксессуар для ванны, но, следуя совету Винни-Пуха, можно использовать эту прекрасную баночку в любых других целях, в любых других комнатах. Если в ванной, например, мы можем хранить там ватные диски или ватные тампоны для макияжа, то в другой комнате мы можем положить туда что-то очень важное, что не должно пылиться и аккуратно закрыть крышечкой. Таким образом, ваш интерьер будет всегда опрятным, чистым и уютным. Не верьте тому, что написано на ценниках. Я держу в руках мыльницу, но абсолютно не значит, что эту маленькую тарелочку можно использовать только для того, чтобы класть на нее мыло. У меня дома, например, стоит такой же предмет декора для того, чтобы класть на него свои собственные украшения. Потому что перед тем, как я мою руки, конечно же, я все с себя снимаю. А куда это нести? Зачем это далеко нести, когда можно положить здесь же на видное место и ничего никогда не потеряется? А еще такую же маленькую классную тарелочку, которая у нас стоит там, где мыльница, в отделе аксессуаров для ванны, можно поставить при входе домой и класть на нее ключи. Как вам такой вариант? Чтобы уют не покидал ваш дом и всегда в вашей квартире царил порядок, смотрите нашу рубрику и будьте в тренде. Доброе утро, и мы продолжаем. Говорим, как всегда, о прекрасном творчестве. Как всегда, о прекрасном. И очень здорово, когда в разговоре о прекрасном нас поддерживают наши гости. Да. А в гостях у нас сегодня Юрий Николаевич Панцирев. Он член Ульяновского регионального отделения Союза художников России. Доброе утро. Доброе утро. Но вот мы почему вас пригласили, знаем, что у вас открывается выставка, и я подскажу телезрителям, что выставка посвящена 70-летию со дня рождения вашего. Ну, вы совершенно выглядите... Ну, спасибо. Тогда традиционный вопрос. С чего начинаете свое утро? С чего? С просыпания. Сейчас выхожу с собачкой гуляю с утра. Да. Дальше уже жена, а с утра я с собачкой. У меня самая обычная, надо сказать, жизнь. Правда, потом я где-то в обед ухожу в мастерскую, и до вечера там. Ну, и очень много разъездов. Дети в Москве. Дети в Москве. И все дела в Москве. Прямо скажем, сейчас в Ульяновске мало что. Поэтому здесь пишу, туда вожу. У меня в мастерской еще и в Москве есть, поэтому там встречаюсь с нужными людьми, с покупателями и так далее. Так сказать, это вся жизнь разложена. И так у меня всю жизнь, как я сюда приехал в 79-м году. И вот тогда уже началось. Я довольно рано тут вошел, так сказать, в руководство Союза, и потом в руководство Союза художников России. И поэтому у меня каждые две недели были командировки в Москву, и это было постоянно. Так вот, разъезды они до сих пор и остались. Со временем, когда Советский Союз рухнул, началось, нужно было как-то жить. Хотя я на то время был уже достаточно обеспеченным, да, и высокий ранг имел. Потому что секретарь Союза художников, это, как все говорят, это генеральская, как бы штатская должность. К тому же у меня были очень высокие перспективы. Меня и в Верховный Совет пытались сунуть. Да, потом в Думу, как раз первые вот эти вот самые, когда началось, у меня от Сапкома позвонили, хотя я был беспартийный, Сапком позвонил, вот Юрий Николаевич, мы рекомендуем вас, вот первый тогда это самое, было когда это Россия, Верховный Совет. Я выслушал и говорю, вы знаете, я не буду. Как не буду? Мы же вот уже решили тут. Я говорю, ну это вы решили, я не решил. Это был целый день, отказывался. Потом, значит, я им посоветовал Женю Кима. Я думаю, знаете, вот он встал туда. Я поехал, я говорю, Женя Ким, он, к тому же, партийный, я беспартийный, партийный, он у вас. А он хочет, он приехал ко мне, позвонил, приехал ко мне, говорит, слушай, Юрий, я бы вот хотел туда. Я говорю, я только что отказался, давай я позвоню. А я тогда все-таки был связан хорошо и с телевидением, и с редакцией, со всякими. Я сам тогда вел передачи, и поэтому я организовал несколько встреч, как бы с художниками. И вот Евгений, это показывали тогда всегда, это довольно длинная была передача. И вот это так вот пошло. Меня пытались тогда переманить в Москву уже возглавлять всю молодежную секцию Союза художника России. И тоже предложили сразу квартиру, мастерскую. И даже утвердили в ЦК. Хотя я говорю же, я говорю, беспартийный. Но я сказал, мне трижды предлагали туда перебраться, я трижды сказал нет. Потому что я знаю, что я художник, а с девяти до шести и так далее, это не по мне. Но при этом, Юрий Николаевич, вы сказали, что в обед уходите в мастерскую. То есть все-таки творите вы по работе, это вот расписание определенное какое-то есть. Вот вы знаете, что... Или пришла муза... Я человек, вот насчет этих муз, рассказы, всю жизнь я работал. То есть это уже как кому дано. А если дано, то есть я без этого не могу. Это моя жизнь. Да, сейчас с утра я просто, честно скажу, сижу в интернете, информацию получаю, да? Или что-то в компьютере прорабатываю. А в час я обычно... Жена меня везет в мастерскую вечером, забирает. Это каждодневно. И раньше то же самое. Особенно, когда председателем стал, ты там вообще было это самое. И едешь в контору, несколько часов там сидишь, потом едешь в мастерскую. У меня... Я до сих пор очень четкий. Для меня минута туда-сюда уже стресс. Поэтому я всю жизнь... У меня жена знает это дело и старается все-таки соответствовать этому. Вот как странно, потому что всегда складывался такой образ творческих людей. Вот таких вот... В берете, в берете, в панту. Хочу, не хочу. Время вторично. Типаж явно не соответствует. Потому что среди моих знакомых... Ну, таких я, если честно, и не знаю. Все, собственно... Особенно тогда в институт. Мы же поступали не как сейчас. Сейчас девочек набирают уже лишь бы в институт заполнить места. У нас девочка одна была на мастерскую тогда, да? И в других тоже так же приблизительно. Почти не могли поступить. Потому что, во-первых, нужно было закончить училище с красным дипломом художественным. И, во-вторых, тут конкурс был огромный. Я считал, больше тысячи мест. То есть тысяч человек на место получалось. Да. Поэтому было нереально. Я-то ехал. Я не ехал поступать в институт. Я даже... Ну, я всю жизнь хотел, естественно. Но я ехал перед тем, как на работу, мне предложили очень хорошую работу после училища. Да? Это нужно было в Белгороде, по-моему, в Белгороде. Там это самое... В то время мне написали с гарантированной оплатой 400 рублей. Можно представить, в те времена 400 рублей гарантированная оплата, да? И я думаю, ну вот я год там поработаю, потому что я в училище после 10 класса поступал. И у меня... То есть это все уже было там сокращено. Я уже эти литературы... Мы там что-то... Те же математики или какие-то... Ну, математика в Сурске не нужна была, но ту же историю, там другое все уже было, да? Я просто уже те же экзамены сдать по этим делам вряд ли бы мог. Потом я даже не знал, а что в принципе, какие задания по рисунку, по живописи. А я заканчивал прям графику. Это другое. То есть композиция другая. И я просто поехал, я спокойно рисовал. Я хорошо рисовал, хорошо писал. А композиции я не представлял. Ну, я так что-то там нарисовал. Мне две тройки поставляли. Я думаю, ну, с тройками тут в принципе не может быть, да? Там по рисунку, что ли, мне пятерки, по живописи, там пять-четыре. Ну, и то это все было очень относительно, потому что я был ничей. Я ниоткуда. Я ничей. Я... Поступали, ну, дети художников, как всегда, да? Потом с каждой республики, там всего 30 человек принимали, а с каждой республики, 15 республик, обязательно тоже брали. Поэтому место, а плюс еще московские училища, московская школа, нереально было, да? Я спокойно, я порисовал, я по маме приехал, говорю, ну, вот я сдавал экзамен, ну, скоро поеду на работу. И жду там до... как раз с 1 августа или с 1 сентября нужно было на работу. Я их не помню. Ну, сейчас, перед этим, заезжаю в Москву, забрать документы, нужен же документ. Я захожу в учебную часть, там забирать документы. Я говорю, как забирать? Я говорю, а мне на работу надо. Ко вы поступили? Я говорю, как поступили? Ничего себе! Да. Ну, в общем, потом я только где-то на четвертом, что ли, курсе, один из педагогов мне сказал, что меня и еще одного парня специально, им так понравилась работа, что они специально для нас два места сделали. Оба со стороны, оба ничьих, специально два места. Так что вот я так и закончил институт. И поэтому сюда уже. Ну, и к выставке, наверное, хочется перейти. Да. А что ульяновцы увидят, собственно говоря? Да, вы знаете, основные фактически мои работы какие-то... Ну, их не много. Вот этот мой альбом. Да, 38 работ. 38 работ. Это самые любимые или как отбирались-то? Насчет, скажу, конечно, самые любимые. Ну, во-вторых, это же у меня все работы были небольшое время здесь, после прошлой выставки, которая у меня была в мем-центре прошлый год, да? Их тут больше ста работ было. Ну, все не помещалось. Поэтому у меня была возможность отобрать работу. Вот это, это работа здесь. Эту дочь тоже здесь. Вот это работа здесь. Так что, это все есть тут. Вот это работа здесь. Поэтому есть что-то... Как вообще можно выбрать? Это же сложно. Всегда сложно. Во-первых, от места зависит. Я, прежде чем делать выставку, я прихожу и измеряю ту площадь, которую мне дают. То есть такой технический подход для начала. Абсолютно технический. И потом, естественно, ну, какие-то, я понимаю, что зрителям хочется и это, и это бы увидеть. Я что-то выбираю, такие, скажем так, ударные достаточно, чтобы это показать. Зависит, конечно, от места. Ну, в том же Шанхае я возил, там 52 работы поместились, вот 52 работы я туда возил. Тоже там по стенкам как раз это все получилось. И замечательно, там все очень довольны. У меня эти там, они выпустили 500 каталогов, они там за два дня разошлись эти каталоги. Их все, в общем, это все произвело, надо сказать, большое впечатление. Они там у меня за очень высокого художника везде там. Правда, наши переводы, конечно, но они дают, что гениальный художник. Какую работу больше всего оценили? Я, наверное, на переводы отношу, потому что у них достаточно широкий спектр. Оценили какую работу, особенно они в Шанхае? Да вы знаете, там не было такого отдельного, что вот это все. Они меняют. У них, надо сказать, Сидоров, как бы большой очень художник, он делал тоже там выставку, и он очень хорошо на телевидении выступил. Он очень умный мужик, хорошо знает искусство. И он хорошо очень по центральному. Там канал вышла, его передача сначала тоже в Шархае вышла, потом по центральному. И сейчас все они вот, Сидоров, Сидоров, как приходишь, а вы не ученик Сидорова. А я с ним правильно работал. Он первый секретарь, а я секретарь этого союзского. Я говорю, да вы знаете, я не мог с ним учиться, мы работали вместе. Ну вот они, да, но всегда вот Сидоров, Сидоров. И сейчас я, там еще Панцирев у них тоже очень серьезное такое влияние имею. Потому что сам посол, меня же стали каждый год, я на приемах в посольство не приглашаю. Сам посол, он каждый раз со мной, да, у меня ваш альбом, и я всегда смотрю ваши работы. Я говорю, ну я понимаю все это, что я дипломатия есть в плане. Я говорю, ну благодарю, прекрасно. А его жена, она высокий ранг тоже имеет в Китае, имела. Сейчас они с прошлого года сменились там. Она каждый год, два раза в год, она приезжала ко мне в мастерскую в Москве. Мы по три часа с ней обо всем и вся разговаривали. Так что это было все очень серьезно. Преслониха, она же для вас тоже близка. Да, ведь какую часть жизни вы там... Не просто близка. Я начал, я там жил. Да, жили, жили. Я как и в московской квартире жил, так. И тут в Преслонихе зимой их не было. Они на зиму уезжали всегда в Москву, а летом приезжали, да. А зимой мы с нянькой там жили. Пока я не женился, я просто там жил. Там у него же огромная библиотека по искусству. Вот я пользовался всей этой библиотекой. Николай Качич очень не любил, когда кто-то... То есть кому-то он давать книжки не любил, но мне он разрешал. Я всю эту библиотеку... И мы ближе к... Ну, мы две семьи, ближе, как говорится, нет. Мы уже все эти годы настолько сблизились. Вот они сейчас только что уехали от меня. Они с утра приехали на поезде. Они вот сидели сейчас. У меня вот только что я их проводил. Так что завтра снова будем. И все эти... Мы всегда вместе, по праву сказать. Поэтому у меня картины на Преслонишинской теме. Потому что я там жил, мы вместе пахали. Я за плугом. Там этот мото-плуг я купил. А до этого на лошади. А до этого мы с нянькой без лошади. Мы с Колей прыгали с плуг, а нянька шла за нами с плугом. Ну, поэтому у нас все вместе. И косили. Правда, косили они косой. Да, это косой. А тут я купил этот прибор, который с мотоблоком. Сетка косилка. И мы какое-то время там косили. Но потом у них не стало коровы. И все это, так сказать, уже немножко другая жизнь пошла. Ну, в общем, я там. И даже я женившись, я женившись, я... Ну, два-три... Какой? Два-три раза. Я дома с женой жил меньше, чем в Преслонишине. Ну, а вот, соответственно, выбора другого, как стать действительно художником, не было. Или когда-то размышляли, если бы не... Нет, это все могло, в жизни все могло быть. Я боюсь, не уложимся в вашу передачу, да. Потому что после десятого класса меня направляли в Академию Дзержинского. Как это ни парадоксально, да. Я сам, я заканчивал школу не очень, скажем так. Как у меня за первый полугодие было шесть троек. Да, и по основным. Потому что это последние классы, я такой уже... Хотя я учился хорошо. Да, у меня были пять кол, пять кол. Вот так вот. Да, такие вот оценки были. Ну, в общем, я... И родители у меня тоже простые. У меня рабочий отец, мать, служащие невысокого ранга было. Конечно, они хотели. Военкомат начал это самое давить. Я никаких... Ну, я поехал во Владимир тогда, из моего камешка во Владимир, на это самое комиссию. По здоровью я прошел все это. Они говорят, ну вот у вас шесть тройка, а это Академия Дзержинского. Я не знал тогда, что за Академия Дзержинского. Ну, там разные. Потом я когда служил, там были наши ракеточки. Ракеточкам в Тейко. Вот сейчас мы пора все время показывать ракеты. Это вот как раз из моей дивизии. Я там в штабе потом служил. А офицеры многие были из... Но там еще и КГБ, оказывается, было. Ну, я надеюсь, что не в КГБ пытались. Ну, в общем, сказали, что там надо очень высокие оценки. Я сказал, они сказали, выбирайте любое другое военное училище. Любое другое. Я сказал, вы знаете, нет, я в художное хочу. И поехал в училище. Поступил в училище художественного Ивана. Ну да, вот такая вот... Жизнь непростая штука. Вот так вот вроде бы об искусстве хотели поговорить, а поговорили о жизни. И это, наверное, интереснее. О жизни художника. Да, да. О том, как она могла сложиться и как сложилось в итоге. И это, мне кажется, в разы интереснее. Да, поговорили мы о жизни художника Юрия Николаевича Панцирева. С ним же, конечно же, художник и член регионального Ульяновского регионального отделения Союза художников России. Спасибо большое за интересную беседу. С удовольствием придем на выставку. Спасибо вам. Ну, а пока продолжаем программу. Позы, в которых опаснее всего спать. Такой заголовок мне попался накануне. И вот я решила для себя, в первую очередь, разобраться, правильно ли я сплю и не опасен ли мой, собственно, сон для здоровья. Ну, вот что я узнала, скорее хочу этой информацией поделиться с вами, дорогие телезрители. Самая опасная поза для сна стоя. Ну, потому что, как минимум, можно упасть, ну, и что-нибудь себе повредить. А вообще, в китайской медицине поза, которую человек принимает во время сна, считается очень важной. И неправильный сон может спровоцировать даже хронические заболевания. Итак, опасно. Говорят специалисты спать, первое, на боку. Дело в том, что так всю ночь позвоночник находится в изогнутом состоянии, что повышает на него нагрузку и увеличивает риск грыжи. На боку мышцы не расслабляются и теряют свою эластичность, что позднее проявляется в качестве болевых ощущений. Однако это можно исправить, если подкладывать под голову и ноги ортопедическую подушку. Кроме того, лежа на боку, человек сталкивается с нарушением сердечного ритма. Так человек может заработать аритмию и высокое давление. Из-за неправильного положения с утра человек чувствует боли и просыпается в разбитом состоянии. Но еще не полезно спать на животе. Прежде всего, на животе не рекомендуется спать женщинам, которые переживают за состояние кожи, лица, шеи и декольте. Дело в том, что лежа на животе кожа. Травмируются, говорят специалисты, образуются заломы и появляется риск большого количества морщин. Вот у Володи есть подушка безопасности. Наверное, ему можно спать на животе. У меня там все морщины спрятаны, потому что я люблю спать на животе. Ну а для остальных поза на животе чревата болевыми ощущениями в шее и головной болью. Дело в том, что в таком положении голова и шея смещаются, напрягаются мышцы. Кроме того, напрягается поясница. Поэтому у любителей спать на животе чаще всего много проблем с осанкой. Да, я сутулый. Ну ладно, днем вот себя контролируешь. Теперь еще и ночью надо контролировать, как вообще можно спокойно жить. Невозможно. Везде нужен контроль. Ну что ж, в общем, знания приумножают печаль однозначно. Поэтому меньше знаешь, лучше спишь. Оксана Галеева продолжит эфир. Доброе утро. С вами Оксана Галеева, фитнес-диетолог, инструктор женской йоги. Я очень люблю на практике йоги использовать маленькие детали. Мелкие, незаметные, из которых затем складываются сложные механизмы. И такими деталями является восприятие цветом человека. Очень важно то, какая обстановка вокруг нас. Даже важно цвет стен студии, где вы занимаетесь йогой. Или одежда, которая на вас одета. Или цвет пищи, которую вы потребляете. Существует целая система цветотерапии. Еще в 40-х годах было доказано положительное влияние цвета и света на здоровье человека. На решение каких-то профилактических проблем. Даже устранение некоторых заболеваний. Обратите внимание, летом нас окружает благотворный зеленый цвет. Да, мы успокаиваемся, находясь на природе. Где много деревьев, травы. Он действительно, спектр зелени, зеленого цвета, очень благостно влияет на состояние эмоциональное и на наше здоровье. Поэтому я хочу сейчас совместить приятное с полезным. И показать вам небольшой комплекс, который будет раскрывать ваш грудной отдел. Потому что цвет зелени это еще цвет нашего сердечного центра. То есть вы будете делать вместе со мной, видеть зелень и благотворно воздействовать на всю сердечно-сосудистую систему. Итак, вы можете оставаться в положении сидя, либо стоя. Даже сидя на стуле. Главное, чтобы ваш позвоночник был вытянут. Небольшой комплекс, который, кроме воздействия на ваше сердце, раскрытие грудного отдела, очень благотворно будет влиять на весь верхний плечевой пояс и убирать проблемы остеохондроза в шейного отдела позвоночника. Итак, ручки мы складываем, как это говорится, на мосты. Соединяем ладошки на уровне груди. И нажимаем на ладошки, сильно-сильно сопротивляясь. Хотим сдвинуть в одну либо в другую сторону. Почувствуйте, как у вас работают плечи, грудные мышцы. В это время мы дышим очень спокойно, дышим животом. Затем скрещиваем пальчики, вытягиваем ручки вверх. Это выдох. На вдохе идем вверх и убираем ручки за голову. Здесь очень важно опустить плечи и соединять максимально сзади лопаточки, пытаясь раскрывать грудной отдел. Здесь мы тоже дышим несколько дыханий, спокойных, медленных. И после этого вытягиваем позвоночник и словно стремимся дотянуть ладошками до противоположной стены. И возвращаемся в исходное положение. Этот комплекс мы проделываем несколько раз, от трех до четырех. Замечайте больше зелени вокруг вас. Находитесь больше на природе. Я вам желаю хорошего дня. В Ульяновской области откроется Центр военно-тактических игр. Проект реализуется региональным штабом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Открытие запланировано на конец октября. В настоящий момент в Центре полностью готов к проведению тренировок и соревнований «Тактический городок» для Лазертага. Сейчас ведутся работы по созданию площадки по страйкболу. Кроме того, планируется создать полигон для испытания квадрокоптеров. Сейчас уже разрабатывается его схема. Техническое открытие Центра в частичном варианте будет уже 12 октября. А в 20-х числах пригласят гостей. Ну, в целом продолжается развитие инженерных классов движения «Юнармии». Напомним, в этом году в Доме офицеров открылся первый профильный подшефный класс с углубленным изучением технических наук и основ военной службы. В конце августа разработки ульяновских юнормейцев оценили эксперты Международного военно-технического форума «Армия-2020». Сегодня разрабатывается план по открытию подобных классов в муниципальных образованиях. В течение учебного года откроют дополнительные классы на базе детско-юношеского центра номер 3 города Ульяновска. Проект совместный с Ульяновским механическим заводом. А также подобная площадка появится в центре цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе Октябрьского сельского лицея Чердоклинского района. О главном поговорим далее. У родителей при очередном посещении школы возникло ряд вопросов. Например, по их словам, в школе сильный запах канализации, который перемешивается с запахом еды из столовой. Причину родители видят в плохой работе вентиляционной системы. Пройдя по зданию, мы почувствовали только запах из пищеблока. Оказалось, что сотрудники пищеблока просто почему-то выключают вытяжку. В подвале, где, по мнению общественности, могла произойти авария, запах канализации мы не почувствовали. Зато в ходе осмотра обнаружили прохудившуюся трубу в санузле детского сада. К счастью, детей в дошколке пока нет. По данному факту есть гарантийное обязательство подрядчика обязательно устранить до конца этой недели. Также спустились в подвал. Да, присутствует запах небольшой сырости, но это все устранится при пуске тепла. В здании посторонних других каких-то запахов не обнаружено. Спустя три недели после начала учебного года мы обнаружили, что в школе номер 10 не звенит звонок. Пока ребята о начале и окончании урока узнают при помощи системы оповещения. Руководство школы пояснилось, что звонки закуплены, но пока просто не установлены. Равно как и нет пока и защитной сетки на окнах в спортивном зале. Из-за ее отсутствия некоторые занятия проходят на улице. Конечно, если позволяют погодные условия. Сейчас готовится дополнительная документация на закупку оборудования техники в кабинеты. Это МФУ. Мебель дополнительно закуплена будет. Организована для учителей. Учительская это обязательно, конечно, мероприятие. Ну и закупается хозинвентарь для уборки. Будет организована генеральная уборка. Сегодня в спортзал поступит спецоборудование для помывки окон на установке сеток защитных. Поэтому к концу недели порядок на видео. В общем, вынуждены констатировать, что после глобального ремонта, который пережило здание, даже после открытия школы, говорить о полной готовности к учебному году сложно. Наталья Абанина, Тарас Шкуренко, Виталий Немов. Специально для репортера 73 из Димитровграда. Вступили в силу правила блокировки сайтов с лекарствами. Отныне за предложение лекарств от COVID-19 незарегистрированных в России интернет-ресурс, разместивший предложение, может быть заблокирован. Росздравнадзор утвердил критерии оценки информации, позволяющие наносить электронные ресурсы в сети интернет в единый реестр сайтов с запрещенной информацией. Всего в документе содержится 7 критериев, которые, по мнению разработчиков, позволят выявить и блокировать интернет-ресурсы не только неправомерно торгующие, но даже распространяющие контент, в кавычках формирующий положительный образ лиц, осуществляющих розничную торговлю лекарствами, в том числе онлайн, торговля которыми запрещена. С апреля 2020 года на популярных маркетплейсах и сайтах объявлений мошенники пытаются продавать лекарства и вакцины от коронавируса. В мае этого года количество предложений псевдолекарств от COVID-19 в интернете достигло такого масштаба, что потребовало вмешательство Генпрокуратуры России, которая направила в Роскомнадзор требования о блокировке таких ресурсов. В июле, когда приказ Росздравнадзора о внесении таких сайтов в единый реестр запрещенной информации проходил общественное обсуждение, популярные маркетплейсы объявили об ужесточении правил продажи БАДов, спортивного питания и витаминов на своем ресурсе. Свои подписи под соглашением поставили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов. Регионы для нас целевые, важны тем, что мы можем сосредоточиться прежде всего на тех видах спорта и тех потребностей, которые есть в конкретном регионе. И, как правило, к нам обращаются именно с этой просьбой. Мы знаем, что в разных регионах представлены более или менее сильно разные виды спорта, есть разная инфраструктура, и хотя она диверсифицируется, мы готовы работать со всеми, потому что мы готовим универсальных менеджеров. То базовое образование, которое мы даем по мастеру спортивного администрирования или укороченной программе мастер спортивного управления, будет более чем достаточно для того, чтобы наши выпускники заняли любую руководящую, в том числе, позицию в регионе, любую, повторяю, в спортивной индустрии, и реально вложились в то, чтобы развивать эту индустрию. Поэтому соглашение с Ульяновской областью продолжает вот эту линию, которую мы начали прежде. И мы надеемся на то, что это сотрудничество будет развиваться, судя по тому, что это была инициатива самой Ульяновской области. Выпускники университета смогут взять на себя объемный пласт обязанностей, начиная с управления спортивными объектами до руководства клубами и спортивными федерациями. В регионах тоже очень много строится, и спортивных комплексов, и дворцов, и просто спортивных площадок. Но ведь можно все с усальным золотом помазать в нашей стране, а если не будет организаторов, а если не будет людей, которые будут качественно заниматься, начиная от дворов, спорта, и заканчивая, так сказать, спортом высших достижений, то, согласитесь, ничего из этого не получится. Поэтому мы сделали для себя эти выводы, и за последние буквально два года проучили порядка ста наших функционеров. Область взяла курс на выполнение общенациональной цели – сохранение и укрепление здоровья россиян. Совсем скоро, к 2024 году нам нужно всем иметь не менее 55, а к 2030 году не менее 70% населения, которые должны будут вовлечены в это. Но это не все. Мы сейчас будем реализовывать у себя огромный проект, называется Академия спорта. Это будет такое нетиповое образовательное учреждение, которое будет создано на базе училища Олимпийского резерва. Мы воссоздаем все спортивные классы, помните, такие у нас были в свое время. Сегодня они тоже у нас есть, но они, знаете, это зависит от воли конкретного директора конкретной школы. А мы хотим создать эту такую единую систему. Кроме этого, само училище Олимпийского резерва будет, ну и кроме этого, так сказать, будут все собраны в один общий такой кластер спортивный, консорциум спортивной школы и школы Олимпийского резерва. Таким образом у нас появляется огромная-огромная вертикаль. 2021-й в регионе объявлен годом детского спорта. Ульяновскую инициативу уже поддержали Светлана Хоркина, Леонид Слуцкий, Алексей Мошкин, Владимир Ешеев и Дмитрий Ерохин. К этой плеяде прославленных спортсменов примкнул и Олимпийский чемпион Игр 2012 года в Лондоне Арсен Голстян. Детский спорт, что немаловажно, а еще больше нужно для нас. Мы и так стараемся развивать, больше и больше проводить мастер-классов и семинаров для наших юных спортсменов, поэтому, я думаю, с достоинством эту, как сказать, грамоту свою буду носить. Год детского спорта станет своеобразной отправной точкой. В 2022-м регион на первое место выдвинет спорт студенческий, а 2023-й посвятит популяризации спорта в организациях и на предприятиях. Картину дня дополняют региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Первый продуктивный диалог между руководством региона и австрийской стороной состоялся в минувшем году. Ульяновская область предлагает австрийским компаниям сотрудничество в сферах машиностроения, туризма, агропромышленного комплекса, переработки полезных ископаемых в планах построения таких же прочных связей, как с соседней Австрией Германией. Мы обсуждали это и размышляли, какие сферы Ульяновской области могут быть особенно интересны, как потенциал для инвестирования. Тем более, что Ульяновская область предлагает для этого особые условия. Для региональной экономики Австрия воспринимается не только как самостоятельная страна, но и как часть Евросоюза, на рынок которого Россия отправляет авто- и авиакомпоненты, радиофармпрепараты, древесину, строительные материалы, предмет интерьера, мебель и текстиль. Мы сегодня двигаемся по логике создания дистрибьюторского представительства. У нас уже работают такие схемы и подписаны соответствующие соглашения на территории Германии, на территории Чехии, на территории Прибалтики. И, безусловно, с нашими австрийскими коллегами мы готовы тоже подобные схемы реализовывать. Кроме экономики, обсудили возможности культурного обмена и присоединения австрийцев к нашим инфраструктурным проектам. Строительство современных горнолыжных комплексов в Ундерах и Сенгелеи. Мы рассчитываем, что и австрийские компании после того, как будут сняты ограничительные меры, и экономика начнет восстанавливаться, они также могут прийти. И мы предлагаем для этого площадки, наши природные ресурсы для реализации бизнес-проекта. В итоге стороны договорились о визите бизнес-делегации Австрийской республики в Ульяновской области в 2021 году и участие представителей региона в заседании Российско-Австрийского делового совета, которое состоится в Вене в конце октября. Устремленный ввысь и в светлое будущее сталинский ампир материальное воплощение духа своего времени, сочетание помпезности и строгости линий классических ордеров и образов героев эпохи, спортсменов, рабочих, военных. Массивные и дорогие фасады. Столица в первой половине прошлого века примерила новый архитектурный облик. Экстерьерные перемены, пусть и в меньшем масштабе, наметились по всей стране. В нашем городе толчком к созданию квартала в сталинском ампере стало появление автозавода, эвакуированный ЗИС, городообразующий УАЗ. Строились именно малоэтажные постройки, не требующие использования сложной техники. Это было важно, поскольку техника находилась в жестком дефиците. И нужно было учитывать невысокую квалификацию самих строителей, поскольку это были не профессиональные люди, а именно, как я уже сказала, военнопленные. На одной улице стоял старый-старый дом, выстроенный еще около 300 лет тому назад. Дома в этом засвияжском квартале, конечно, значительно моложе, чем герой сказки Андерсона «Старый дом», но вполне соответствует ее рефрену «Позолото сотрется, свиная кожа остается». С течением времени и под его воздействием архитектурные элементы, характерные для послевоенной эпохи, перестают радовать глаз. Остается голый функционал, который постепенно тоже дает трещины. Старые дома уступают своей позиции под натиском молодых и дерзких новостроек. Почти как гаджеты вытесняют из обихода бумажные книги. Стильно, удобно, но атмосфера уже не та. Поликлиника – центральный элемент ансамбля вокруг площади Горького. Модернизация фасада уничтожит единообразие стиля, считают авторы петиции. Подобные соцгородки, построенные в послевоенное время при заводских комплексах и сохраненные как объекты истории и культуры в других городах России, в настоящее время являются объектами туризма. А в Ульяновске аутентичная архитектурная среда не ценится, разрушается. Отсутствие вкуса у тех людей, кто принимает решения. Оттуда проистекает то, что у нас в городе нет главного архитектора, то, что к архитекторам очень слабо прислушиваются. Мы не можем в рабочем порядке решать вопросы. Приходится какие-то открытые письма писать. Проект фасада, который размещен был в СМИ, да, действительно, это так, на паспорте объекта. При объезде объектов строительства, капитального ремонта, это было в начале сентября, по-моему, или в конце августа, губернатор обратил на это внимание, что нужно сохранить именно все элементы здания, которые, хоть они и не являются объектом культурного наследия, но все-таки наследие советского периода. Фасад сохранит свой первозданный облик, но пример более чем показательный. К аутентичности исторических зданий в центре внимание выше. На Засвиярский квартал неумолимо наступает реновация и реконструкция. Необходимость сохранения вот этой вот идентичности нашего города, она крайне необходима. То есть мы должны все-таки подумать о том, какие плюсы для города дает вот этот вот фрагмент территории. Это очень интересная эпоха, очень интересный стиль. Теряем здание из реестра культурного наследия, что говорить о полувековых постройках в охранный перечень невнесенных. Искать компромисс советуют архитекторы. Сохранять фасад и модернизировать начинку, как пример. С административными зданиями проще. Обязательства содержать жилой объект культурного наследия падают на его собственников, что и муторно, и накладно. Вера Мещерякова, Константин Никитин, Бахтиер Салтанов, репортер 73. Обеспечить села специалистами рассчитывают в регионе благодаря новому закону. По нему работникам образования, культуры и здравоохранения будут бесплатно предоставлять земельные участки. Их можно использовать для строительства жилья или ведения подсобного хозяйства. Речь идет о земле в муниципальных образованиях, за исключением городов. Особенность закона проекта в том, что для бюджета это нулевые затраты. Важно, что по истечению срока безвозмездного пользования земельным участком специалист сможет оформить его в собственность. Но при условии, что он все эти годы работал по своей профессии и землю использовал по назначению. Формирование списков будет осуществляться на муниципальном уровне, а также под ведомственными учреждениями, в которых эти специалисты будут работать. Есть в этом законе самое главное, порядка 20 страниц, перечень специалистов с разбивкой по районам, исходя из их дефицита именно этих специалистов. Еще одним законопроектом планируется ввести понятие масштабного инвестиционного проекта. Присвоят его проектам жилищного строительства. Но для этого необходимо соблюсти ряд условий. Например, за последние три года застройщик должен возвести не менее 15 тысяч квадратных метров жилья. Еще на стадии планирования законопроект обязывает строителей определить места для школ, поликлиник, почты, банков, спортобъектов. Обеспечить развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры. Иными словами, комплексное развитие жилых микрорайонов. Одно из самых важных условий – это средний уровень заработной платы работников, занятых в осуществлении этого масштабного инвестиционного проекта, должен быть с коэффициентом 1,2 к уровню средней заработной платы по Ульянской области, то есть на 20% выше. Взамен участники масштабного инвестиционного проекта смогут получать участки под строительство на льготных условиях. Без торгов, что не противоречит федеральному законодательству. Екатерина Терещенкова, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Для тех, кто в бизнесе социальном не первый год, объяснять ничего не нужно. 80% этого рынка в регионе поделено между женщинами. Большинство из них – выпускницы проекта «Мама-предприниматель». Екатерина Списивцева в бизнесе с 2009 года. Этой студией вокала занимается уже три. Идею о новом законе приняла с энтузиазма. Дополнительные меры поддержки, предусмотренные документом – это прежде всего субсидии на компенсацию части затрат по ЖКХ и ремонту помещений – пришлись бы как нельзя кстати. Я все делаю сама. Начинала с маленького кабинетика, в который можно было зайти только ко мне постоять. Вот теперь мы переехали в это помещение. Ну и планируем, конечно же, еще расшириться. Женщин в бизнесе все больше. При этом до сих пор отношение к этому двоякое. С одной стороны, общество приветствует успехи бизнес-леди. С другой – порицает за излишнюю активность. Женщины – это мать. И только зудят патриархальные пережитки прошлого. Позиция последних слабеет день ото дня. Позиция сильных женщин крепнет, поддержанная на региональном уровне. Важным для успеха Ульяновской области является активное включение женщин в работу во всех сферах Ульяновской области. Я говорил и сейчас еще раз повторяю. Это наш ресурс развития, который мы до конца еще в полной силе не используем. Женский бизнес и не женский. Когда-нибудь в России исчезнет это гендерное разделение чуждой экономики. Пока что так называют те сферы, в которых мужчины и бизнесмены априори проигрывают. Например, почти вся социалка. Женщины, как никто, видят вот эти прорехи рынка. Как никто знает, что нужно деткам. Как никто знает, что нужно пожилым людям. То есть женщины по своей природе более эмпатичны. Поэтому социальные бизнесы – это, конечно, женщины здесь в авангарде. Ниша обширна. От фокальных студий до института сиделок. От послеоперационной реабилитации до детских развивающих центров и многого-многого другого. Мы принимаем абсолютно всех деток. Даже мы работаем с детьми с особенностями развития. Они у нас занимаются в общих группах. То есть им это помогает социализироваться в обществе. Научиться общаться с другими детишками, со взрослыми, с педагогами. Ульяновской области внимательно относятся ко всем проектам социально ориентированного бизнеса. В регионе уже действует определенный список льгот. Например, займы по сниженной ставке 5% годовых на срок до 3 лет. О романе впору писать роман. Проблемы с почками начались еще в детстве. Обострения сменялись ремиссиями, но плохие результаты обследований намекали на потенциально грустный финал. Два года назад ситуация дошла до критической точки. Сначала было принято решение перевести меня на диализ. Уже потом решение о трансплантации я сам принимал. Каким образом так получилось, что вот именно папа, то есть родственник, стал донором? Да ну как-то это даже, можно сказать, не обсуждалось. А в семье меня просто предфактно поставили. 5 августа день ИКС. Размещение в стационаре с последующей многочасовой операцией. Усиленные меры безопасности, ограниченный круг врачей, предварительно проведенные тесты на ковид и даже компьютерная томография для донора и реципиента. Вот уже прошло, получается, у нас больше месяца, полтора месяца. Сейчас как-то о пережитом что-то напоминает? Да нет, как будто не было ничего. То есть полноценная жизнь? Да. После операции Романа навестил главный врач областного центра специализированных видов медпомощи Светлана Суворова. Сегодня он у нее с обратным визитом и аккурат в день рождения доктора. Как вы выглядите? Субавичем. Спасибо, спасибо большое. Как ваши дела? Все хорошо. Да? Да. Как вам ощущения? Все нормально. По сравнению с тем? Что было? Что было, да. Да, намного лучше. Но вот другое качество жизни. Вы знаете, честно говоря, когда все это начиналось, мне казалось, что это абсолютно недосягаемая точка. Потому что трансплантология – это высший пилотаж, хирургия. И казалось, что в маленьком регионе сложно реализовать такие сложные программы. Стартовали в мае 2018-го. Сейчас на счету врачей 10 удачно пересаженных почек. 4 родственных и 6 трупных. А было бы больше, но возник коронавирус. Мы испытываем на самом деле серьезные проблемы с этим. Из-за того, что не можем продлить программу, то есть другие учреждения вовлечь, как донорские базы. А так, ну и в общем, эпидобстановка. То есть самое опасное – это подтверждение здорового человека инфекции, то есть как донора. То есть за него больше беспокоимся. Есть инициатива и понимание того, что можно попробовать реализовать в регионе пересадку печени. Вот доктор у нас также этой методикой владеет, но мы не хотим, скажем так, на все заявляться одновременно. Для этого есть некоторые определенные ресурсы, в том числе материально-технические для лечебного учреждения. Но я думаю, что это, в принципе, перспектива. Трансплантация проводится бесплатно по программе ОМС в единственном лечебном заведении региона. Несмотря на все ограничения, так или иначе накладываемые пандемией, трансплантация в регионе продолжается. И здесь, в областном центре специализированных видов медицинской помощи, готовы рассмотреть кандидатов на пересадку родственной почки, а также поставить в лист ожидания трупной почки. Естественно, возникнут множественные вопросы, и на них ответят специалисты поликлиники областного центра специализированных видов медпомощи. Вы можете обратиться сюда. Адрес поликлиники улица Корюкина, 28, телефон для записи 44-32-17. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов. Будь безупречным в детали. Лучшим из лучших. Гросс. Гарантия совершенства. Компания Эверест. Это поставщик измерительных приборов для контроля регулирования и автоматизации процессов нефтегазовой добычи, переработки и теплоэнергетики. Возможность поставки продукции по заводским ценам. Эверест. Возможность стать выше. Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель. Пропусти пешехода. По данным сайта Гесметио, 24 сентября в Ульяновске ясная погода, без осадков. Температура воздуха по области ночью от плюс 7 до плюс 10 градусов, днем 12-16 градусов выше нуля. В городе температура воздуха ночью плюс 8-10, днем плюс 13-15 градусов. Ветер южный с переходом в юго-восточный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В Ульяновском госархиве новейшей истории появился планетарный сканер. Полуавтоматическое устройство, благодаря которому можно сканировать документы различных форматов, закуплено благодаря нацпроекту «Культура» по программе «Цифровая культура». Светодиодное освещение устройства не содержит инфракрасных и ультрафиолетовых лучей, а значит оно безопасно для сканирования архивных документов и убережет листы от выгорания. Специалисты отмечают, что новое оборудование значительно ускорит процесс создания цифровых копий документов, обеспечит сохранность фондов, ну и, как итог, более качественное предоставление электронных услуг в отрасли. Оборудование оснащено универсальной книжной колыбелью. Плоские и V-образные прижимные стекла позволяют работать с крупноформатными, ветхими или плохо раскрываемыми документами. Скорость сканирования достигает 1800 страниц в час. Кроме того, программное обеспечение сканера самостоятельно может расставить корректировки, что на выходе позволит получить качественное изображение хорошего разрешения. Напомним, в прошлом году аналогичный сканер приобрели для Ульяновского дворца книги. Сегодня исполняется 65 лет одному из самых одиозных и своеобразных режиссеров и актеров отечественного кинематографа Александру Баширову. Он был в Ульяновске всего однажды и тогда дал мне эксклюзивное интервью. Сегодня самое время об этом вспомнить. Товарищ, мне трудно отвечать на вопросы. Меня мутит. Я уже пол парохода заболевал. Вперед и только вперед, потом наверх, а потом обратно вниз. Мы наведем здесь порядок. Амплитуда таланта позволяет актеру воплощать на экране образы не только чудаковатых негодяев, но и благородных царственных особ. С особой теплотой и нежностью вспоминает он работу в костюмном фильме «Золотой век». Особенно Павел Первый мне понравился. Сидишь на троне. В общем, долго я носил вот это чувство в себе. Вот понимаешь, чувство царствования, так сказать, ответственности за нашу Российскую империю. И до сих пор где-то иногда, так сказать, с ностальгией вспоминаю вот эти прекрасные минуты управления великой страной. Поднять бы сейчас два моих гатчинских полка, выставить бы пушки и расстрелять картечью всю эту сволочь. Может иногда сложнее сыграть вот маленького, так сказать, алкаша какого-нибудь. Тут надо проявить талант, как говорится, да. Ах ты гнида, ты мне из этой квартиры завтра вылечишь, как пробка. Да вы у меня вылетите. Я тебя знаю. Легенда русского рока Виктор Цой, с которым Александр Николаевич снимался в фильмах «Асса» и «Игла», оставил после своей гибели фразу-загадку, которую Баширов разгадывает по сей день. Партак, я давно хотел тебе сказать, люди в мире разделяются на две категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты. Если честно, Витя эту фразу как-то откуда-то взял. Я вообще до сих пор как-то не задумывался и тогда тоже не очень понимал, что это значит. Формула от каждого по способностям и каждого по потребностям все-таки хороша. Каждому только одно – свобода. Независимость – это моя прерогатива. У меня потребностей немного и практически все удовлетворены. Так что, ну, трансгуманизм еще остался у нас, то есть вечная жизнь. В экранизации бессмертного булгаровского романа «Мастер и Маргарита» Баширов сыграл кота-бегемота и сегодня переживает, что не сделал в этой гротескной роли всего, на что способен в принципе. Я, конечно, хотел там развернуться, но так быстро все произошло, что я даже не успел так войти в образ. И там, как говорится, все было на, как говорится, на фактуре, что ли. Можно было, конечно, там купаться вместе с Сашей Абдулловым. Можно было это все сделать, может быть, еще и поширше. Бедный человек, бедный человек, он целый день подчиняет примуса. Он, он проголодался. Но откуда же ему валюту взять? Это врать. Сегодня у Александра Николаевича только одна фобия. Боюсь, освистают. Я надеюсь только на свое сексуальное обаяние. Даже когда самый загадочный актер современного российского кино кокетничает, не покидает ощущение, что все мы втянуты в один большой розыгрыш. Его розыгрыш. Я просто хотела разыграть тебя. Ну что я, сумасшедший, что ли? Четыре дня назад в Ульяновске завершился Международный культурный форум. Десятый. Юбилейный. Одним из его участников и гостей стала модный российский стилист Катя Павлова. Специально для зрителей нашей рубрики она рассказала, что начинать думать о том, что модно, а что нет, чем раньше, тем лучше. Мне кажется, что если ваш ребенок, в принципе, заинтересован в таком моменте, в одежде, в чем-то, почему бы не давать ему эту возможность как-то проявлять себя, какое-то творчество. Потому что одежда для нас – это какие-то коды визуальные, которые люди, соответственно, считывают. Для меня лично одежда – это самовыражение, продолжение меня. И я очень рада, что сейчас смещается эта история. И сейчас нет такого четкого разделения. Каждый носит, что хочет, и самое главное – это твоя голова. Ты что-то думаешь, что ты говоришь, какие-то твои мысли. И, соответственно, это же транслируется в одежде. В последнее время стильно – это всегда дорого. Как быть с этой проблемой? Мне кажется, что сейчас абсолютно нет вот этой истории, что ты должен быть, например, надет, у тебя должно быть надето все, как бы тотал какого-то бренда, люксового и так далее. Ты можешь все абсолютно точно миксовать. Именно так только можно через какой-то микс бренд можно показать какую-то свою историю. То есть проще порвать джинсы самому, чем покупать романые джинсы за миллион. Да, 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 да. То есть история про идентичность, опять же, она транслируется сейчас очень сильно. И есть как бы в этом какой-то смысл. Самое главное – быть цельным. Все об уюте и трендах в традиционной рубрике «Стиль». Слово Валерии Лободе. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы сегодня с вами говорим о том, что не красит ваш дом, что разрушает уют, создает беспорядок, ну и убивает всю атмосферу в доме. Конечно, ни один интерьер не красит бутылкой чистящего средства, стоящей на идеально красивой и только что сделанной кухне. Да, да. Но не покупать чистящие средства, не выставлять их на рабочую поверхность просто невозможно. Не покупать мы их не можем, потому что мы ими пользуемся, а не выставлять мы их не можем, потому что они всегда должны быть под рукой. Но что же делать в этом случае? И есть от этого универсальное решение. Переливать чистящие средства и необходимые для жизни жидкости специальные дозаторы. Во-первых, такие дозаторы можно подобрать под цвета интерьера. Они будут выглядеть гармонично, красиво и придавать те самые стильные штрихи, завершая полную картину вашего интерьера. А во-вторых, это еще и очень удобно, потому что, например, в прозрачном дозаторе вы всегда будете видеть, сколько осталось моющего средства и как скоро вам нужно покупать новую бутылочку того или иного средства для мытья посуды. Как говорил Винни Пук, в таком горшочке можно хранить все, что угодно. Эту прекрасную милейшую маленькую вещь для интерьера я нашла в отделе для ванны. Да-да, на ценнике написано, что это аксессуар для ванны, но, следуя совету Винни Пуха, можно использовать эту прекрасную баночку в любых других целях, в любых других комнатах. Если в ванной, например, мы можем хранить там ватные диски или ватные тампоны для макияжа, то в другой комнате мы можем положить туда что-то очень важное, что не должно пылиться и аккуратно закрыть крышечкой. Таким образом, ваш интерьер будет всегда опрятным, чистым и уютным. Не верьте тому, что написано на ценниках. Я держу в руках мыльницу, но абсолютно не значит, что эту маленькую тарелочку можно использовать только для того, чтобы класть на нее мыло. У меня дома, например, стоит такой же предмет декора для того, чтобы класть на него свои собственные украшения. Потому что перед тем, как я мою руки, конечно же, я все с себя снимаю. А куда это нести? Зачем это далеко нести, когда можно положить здесь же на видное место, и ничего никогда не потеряется? А еще такую же маленькую классную тарелочку, которая у нас стоит там, где мыльница, в отделе аксессуаров для ванны, можно поставить при входе домой и класть на нее ключи. Как вам такой вариант? Чтобы уют не покидал ваш дом и всегда в вашей квартире царил порядок, смотрите нашу рубрику и будьте в тренде. Доброе утро! И мы продолжаем, говорим, как всегда, о прекрасном творчестве. Как всегда, о прекрасном. И очень здорово, когда в разговоре о прекрасном нас поддерживают наши гости. Да. А в гостях у нас сегодня Юрий Николаевич Панцирев. Он член Ульяновского регионального отделения Союза художников России. Доброе утро! Доброе утро! Но вот мы почему вас пригласили, знаем, что у вас открывается выставка. И я подскажу телезрителям, что выставка посвящена 70-летию со дня рождения вашего. Но вы совершенно выглядите... Ну, спасибо. Тогда традиционный вопрос. С чего начинаете свое утро? С чего? С просыпания. Сейчас выхожу с собачкой гуляю с утра. Да. Дальше уже жена, а с утра я с собачкой. У меня самая обычная, надо сказать, жизнь. Правда, потом я где-то в обед ухожу в мастерскую, и до вечера там. Ну, и очень много разъездов. Москва, дети в Москве, и все дела в Москве. Прямо скажем, сейчас в Ульяновске мало что. Поэтому здесь пишу, туда вожу. У меня в мастерской еще и в Москве есть. Поэтому там встречаюсь с нужными людьми, с покупателями и так далее. Так сказать, это вся жизнь разложена. И так у меня всю жизнь, как я сюда приехал в 79-м году. И вот тогда уже началось. Я довольно рано тут вошел, так сказать, в руководство Союза, и потом в руководство Союза художников России. И поэтому у меня каждые две недели были командировки в Москву. И это было постоянно. Так вот разъезды они до сих пор и остались. Со временем, когда Советский Союз рухнул, началось, нужно было как-то жить. Хотя я на то время был уже достаточно обеспеченным. И высокий ранг имел. Потому что секретарь Союза художников, это, как все говорят, это генеральская штатская должность. К тому же у меня были очень высокие перспективы. Меня и в Верховный Совет пытались сунуть. Потом в Думу как раз первые вот эти вот самые. И когда началось, у меня от Сапкома позвонили, хотя я был беспартийный, Сапком позвонил, вот Юрий Николаевич, мы рекомендуем вас, вот первый тогда это самое, было когда это Россия, Верховный Совет. Я выслушал и говорю, вы знаете, я не буду. Как не буду? Мы же вот уже решили тут. Я говорю, ну это вы решили, я не решил. Это был целый день, отказывался. Потом, значит, я им посоветовал Женю Кима. Я думаю, знаете, вот он стал туда. Поехал, я говорю, Женя Ким, он к тому же партийный, я беспартийный, как партийный, он у вас. А он хочет, он приехал ко мне, позвонил, он приехал ко мне, говорит, слушай, Юрий, я бы вот хотел туда. Я говорю, я только что отказался, давай я позвоню. А я тогда все-таки был связан хорошо и с телевидением, и с редакцией, со всякими. Я сам тогда вел передачи, и поэтому я организовал несколько встреч как бы с художниками. Вот Евгения, это показывали тогда всегда, это довольно длинная была передача. И вот это так вот пошло. Меня пытались тогда переманить в Москву уже возглавлять всю молодежную секцию Союза художника России, и тоже предложили сразу квартиру, мастерскую, и даже утвердили в ЦК. Хотя я говорю же, я говорю, беспартийный. Но я сказал, мне трижды предлагали туда перебраться, я трижды сказал нет. Потому что я знаю, что я художник, а с девяти до шести и так далее, там это не по мне. Но при этом, Юрий Николаевич, вы сказали, что в обед уходите в мастерскую. То есть все-таки творите вы по работе, это вот расписание определенное какое-то есть. Вот вы знаете, что... Или пришла муза... Нет, я человек, вот насчет этих муз, рассказы, я рассказываю. Всю жизнь я работал. То есть это уже как кому дано. Если дано, то есть я без этого не могу, это моя жизнь. Да, сейчас с утра я просто, честно скажу, сижу в интернете, информацию получаю, да, или что-то в компьютере прорабатываю. А в час я обычно... Жена меня везет в мастерскую, вечером забирает. Это каждодневно. И раньше то же самое. Особенно, когда председателем стал, там вообще было это самое. И едешь в контору, какое-то несколько часов там сидишь, потом едешь в мастерскую. У меня... Я до сих пор очень четкий. Для меня минута туда-сюда уже стресс. Поэтому я всю жизнь... У меня жена знает это дело и старается все-таки соответствовать этому. Вот как странно, потому что всегда складывался такой образ творческих людей, вот таких вот... В берете. Хочу, берете, спонту. Хочу, не хочу. Время вторично. Типаж явно не соответствует. Потому что среди моих знакомых, ну, таких я, если честно, и не знаю. Все, собственно... Особенно тогда в институт. Мы же поступали не как сейчас. Сейчас девочек набирают уже, лишь бы в институт заполнить места. У нас девочка одна была на мастерскую тогда, да, и в других тоже так же приблизительно. Почти не могли поступить. Потому что, во-первых, нужно было закончить училище с красным дипломом художества. И, во-вторых, тут конкурс был огромный. Там я считал больше тысячи мест. То есть тысяча человек на место получалось. Да. Поэтому было нереально. Я-то ехал. Я не ехал поступать в институт. Я даже... Ну, я всю жизнь хотел, естественно. Но я ехал перед тем, как на работу. Мне предложили очень хорошую работу после училища. Да, это нужно было... В Белгороде, по-моему, в Белгороде. Там это самое... В то время мне написали с гарантированной оплатой 400 рублей. Можно представить, в те времена 400 рублей гарантированная оплата. И я думаю, ну вот я год там поработаю, потому что я в училище после 10 класса поступал. И у меня... То есть это все уже было сокращено. Я уже эти литературы, мы там что-то... Те же математики или какие-то... Ну, математика в Суриске не нужна была, но ту же историю, там другое все уже было. Я просто уже те же экзамены сдать по этим делам вряд ли бы мог. Потом я даже не знал, а что в принципе, какие задания по рисунку, по живописи. Я заканчивал прям графику. Это другое. То есть композиция другая. И я просто спокойно рисовал. Я хорошо рисовал, хорошо писал. А композиции я не представлял. Ну, я так что-то там нарисовал. Мне две тройки поставили. Я думаю, ну, с тройками тут в принципе не может быть, да? Там по рисунку, что ли, мне пятерки, по живописам пять-четыре. Ну, и то это все было очень относительно, потому что я был ничей. Я ниоткуда. Я ничей. Я поступали, ну, дети художников, как всегда, да? Потом с каждой республики, там всего 30 человек принимали, а с каждой республики, 15 республик, обязательно тоже брали. Поэтому место, а плюс еще московские училища, московская школа, нереально было, да? Я спокойно, я порисовал, я по маме приехал, говорю, ну, вот я сдавал экзамен, ну, скоро поеду на работу. И жду там до, как раз с первого августа, или с первого сентября, нужно было на работу. Я их не помню. Сейчас перед этим заезжаю в Москву забрать документы. Нужно же документы. Я захожу в учебную часть, там забирать документы. Я говорю, как забирать? Я говорю, мне на работу надо. Ко вы поступили? Я говорю, как поступили? Ничего себе. Да. Ну, в общем, потом я только где-то на четвертом, что ли, курсе, один из педагогов мне сказал, что меня и еще одного парня специально им так понравилась работа, что они специально для нас два места сделали. Оба со стороны, оба ничьих, специально два места. Так что вот я так и закончил институт. И поэтому сюда уже. Ну, и к выставке, наверное, хочется перейти. Да. А что ульяновцы увидят? Да, вы знаете, основные, фактически мои работы какие-то. Ну, их не много. Вот этот мой альбом. Да, 38 работ. 38 работ. Это самые любимые? Или как отбирались-то? Насчет, скажу, конечно, самое любимое. Во-вторых, это же у меня все работы были небольшое время здесь, после прошлой выставки, которая у меня была в мем-центре прошлый год. Их тут больше ста работ было. Ну, все не помещалось. Поэтому у меня была возможность отобрать работу. Вот это, это работа здесь. Эта дочь тоже здесь. Вот это работа здесь. Так что это все есть тут. Вот эта работа здесь. Поэтому есть что-то. Как вообще можно выбрать? Это же сложно. Всегда сложно. Во-первых, от места зависит. Я, прежде чем делать выставку, я прихожу и измеряю ту площадь, которую мне дают. То есть такой технический подход для начала. Абсолютно технический. И потом, естественно, ну, какие-то, я понимаю, что зрителям хочется и это, и это бы увидеть. Я что-то выбираю, такие, скажем так, ударные достаточно, чтобы это показать. Зависит, конечно, от места. Ну, в том же Шанхае я возил, там 52 работы поместились, вот 52 работы я туда возил, тоже там по стенкам как раз это все получилось. И замечательно, там все очень довольны. У меня эти там, они выпустили 500 каталогов, они там за два дня разошлись эти каталоги. Все, в общем, это все произвело, надо сказать, большое впечатление. Они там меня за очень высокого художника везде там. Правда, наши переводы, конечно, но они дают, что гениальный художник. Какую работу больше всего оценили? Я на переводы отношу, потому что у них достаточно широкий спектр. Оценили, какую работу, особенно они в Шанхае? Да вы знаете, там не было такого отдельного, что вот это все. Они меня, у них, надо сказать, Сидоров, как бы большой, очень художник, он делал тоже там выставку, и он очень хорошо на телевидении выступил. Он очень умный мужик, хорошо знает искусство, и он хорошо очень по центральному там каналу вышел, его передача начала тоже в Шанхае, вышла потом по центральному. И сейчас все они вот, Сидоров, Сидоров, как приходишь, а вы не ученик Сидорова, а я с ним правильно работал. Он первый секретарь, а я секретарь этого союзского. Я говорю, да вы знаете, я не мог с ним учиться, мы работали вместе. Ну вот они, да, но всегда вот Сидоров, Сидоров. И сейчас я, там еще Панцирев у них, тоже очень серьезное такое влияние имеет, потому что сам посол, меня же стали каждый год, я на приемах, посольство не приглашаю, сам посол, он каждый раз со мной, да, у меня ваш альбом, и я всегда смотрю ваши работы. Я говорю, ну я понимаю все это, что я дипломатист. Я говорю, ну благодарю, прекрасно. А его жена, она высокий ранг тоже имеет в Китае, имела, сейчас они с прошлого года сменились там, она каждый год, два раза в год она приезжала ко мне в мастерскую в Москве, мы по три часа с ней обо всем и вся разговаривали, так что это было все очень серьезно. Преслониха, она же для вас тоже близка, ведь какую часть жизни вы там... Не просто близка. Я начал, я там жил. Да, жили, жили. Я как и в московской квартире жил, так и тут в Преслонихе зимой их не было, они на зиму уезжали всегда в Москву, а летом приезжали, а зимой мы с нянькой там жили. Пока я не женился, я просто там жил, там у него же огромная библиотека по искусству, вот я пользовался всей этой библиотекой, Николай Иванович очень не любил, когда кто-то, то есть кому-то он давать книжки не любил, но мне он разрешал, я всю эту библиотеку, и мы ближе, ну, мы две семьи, ближе, как говорится, нету, мы уже все эти годы настолько сблизились, вот они сейчас только что уехали от меня, они с утра приехали на поезде, они вот сидели сейчас, у меня вот только что я их проводил, так что завтра снова будем и все эти, мы всегда вместе, попробую это сказать, поэтому у меня картины на Преслонишинской теме, потому что я там жил, мы вместе пахали, я за плугом, там этот мото-плуг я тогда купил, а до этого на лошади, а до этого мы с нянькой без лошади, мы с Колей прыгали с плуг, а нянька шла за нами с плугом, поэтому у нас все, все вместе, и косили, и это, правда, косили, они косой, они до этого косой, а тут я купил этот такой прибор, который с мотоблоком, все это косилка, и мы какое-то время там косили, но потом у них не стало коровы, и все это, так сказать, уже немножко другая жизнь пошла, ну, в общем, я там, и даже я женившись, я женившись, я, ну, два-три, какой два-три раза, я дома с женой жил меньше, чем в Преслонишине. Ну, а вот, соответственно, выбора другого, как стать действительно художником, не было, или когда-то размышляли, если бы, если бы не... Нет, это все могло, в жизни все могло быть, я боюсь, не уложимся в вашу передачу, да, потому что после десятого класса меня направляли в Академию Дзержинского, как это ни парадоксально, да, я сам, я заканчивал школу не очень, скажем так, у меня за первым полугодия было шесть троек, да, и по основным, потому что это, последние классы, я такой уже, хотя я учился хорошо, да, у меня были пять кол, пять кол, вот так вот, да, такие вот оценки были, ну, в общем, я, и родители у меня тоже, простые, у меня рабочий отец, мать, служащая невысокого ранга была, конечно, они хотели, военкомат начал это самое давить, я никаких, ну, я поехал во Владимир, тогда из моего камешка во Владимир, на это самое комиссию, по здоровью я прошел все это, они говорят, ну, вот у вас шесть тройка, это Академия Дзержинского, я не знал тогда, что за Академия Дзержинского, вот там разные, потом я когда служил, там были наши ракетчики, ракетчиком, в Тейко, вот сейчас, мы пора все время показывать, ракеты тут как раз из моей дивизии, я там в штабе потом служил, а офицеры многие были, но там еще и КГБ, оказывается, было, ну, я надеюсь, что не в КГБ пытались, ну, в общем, сказали, что там надо очень высокие оценки, я сказал, они сказали, выбирайте любое другое военное училище, любое другое, я сказал, вы знаете, нет, я в художное хочу, и поехал в училище, поступил в училище художественного Ивана, Ну да, вот такое вот, жизнь непростая штука. Вот так вот, вроде бы, об искусстве хотели поговорить, а поговорили о жизни, и это, наверное, интереснее. О жизни художника. Да, да, о том, как она могла сложиться, и как сложилось в итоге, и это, мне кажется, в разы интереснее. Да, поговорили мы о жизни художника Юрия Николаевича Панцирева, с ним же, конечно же, художник, и члены регионального, Ульяновского регионального отделения Союза художников России. Спасибо большое за интересную беседу, с удовольствием придем на выставку. Спасибо вам, прикладите. Ну, а пока продолжаем программу. Друзья, к концу подходит наша программа, поэтому без праздников никак не можем вас сегодня отпустить, тем более они сегодня изумительные. Я уже выбрал для себя определенные дни, которые буду отмечать. Итак, поехали. Всемирный день моря. Это прям, да, хочется отметить. День незапланированных безумств. Но сложнее, потому что про праздник знаем, соответственно, безумства к празднику будут запланированы. Вот я только хотела сказать, да, как это вот безумства, вот это планирование. Я планирую с утра подвиг, после обеда безумства. Праздник законченности дел, и день системного аналитика. Ну, еще сегодня международный день караванщика, о котором мы рассказали в самом начале нашей программы. Всемирный день без траншейных технологий. Вот какой сложный день для меня с утра. И всемирный день против патентов на программы. Вот. Против? У Бабы Яга против. Почему бы нет? Друзья, по традиции, уютную атмосферу нам в студии помогает создавать партнер программы, салон цветы и штучки. Ну, а чтобы еще раз пересмотреть сегодняшнюю программу или какую-либо другую, заходите на наш сайт по адресу www.reporter73.tv Можно с нами и вживую поделиться своей историей. Просто позвоните в редакцию по телефону 30 50 73. Обязательно ответим. Или я, или Екатерина Терещенкова. И Владимир Гаврилов. Которые сегодня были с вами этим утром. До завтра. Пока. Сетевой фильтр. Развлекательно-аналитическая программа о жизни и быти коренных ульяновцев, их привычках, нуждах и чаяниях. Лучший способ застрить проблему – посмеяться над ней. По понедельникам на телеканалах Репортер 73 и ОТР. Разберемся. Обсуждение самых острых проблем и нашумевших событий с именитыми экспертами и лидерами мнений. Честный разговор, компетентные мнения и полярные точки зрения. Каждый четверг на Репортер 73 и ОТР.